48-й день боевых действий на Украине. Представитель народной милиции ДНР Басурин предложил брать Азовсталь силами химических войск. Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию. В Брянской, Курской и Воронежской областях повышенный режим террористической угрозы. В приграничном районе Белгородской области повреждена железная дорога. В Белгороде объявили набор в добровольную народную дружину. Франция высылает шестерых российских дипломатов. В Польше задержан предполагаемый российский шпион, в Подмосковье сторонник запрещенного правого сектора. Овсянникова, вышедшая в эфир Первого канала с антивоенным плакатом, устроилась на работу в немецкую Дивельт. По данным ООН, число беженцев с Украины превысило 4,5 миллиона, в ДНР полмиллиона жителей без питьевой воды, электричества и связи, сообщили в местном МЧС. Путин заявил, цели и задачи операции на Украине будут выполнены. Глава Пентагона Остин заявил о переговорах с Индией, о ее военной модернизации, в частности о совместном производстве беспилотников. По словам госсекретаря Блинкена, Вашингтон добивается статуса предпочтительного партнера для Индии и планирует потеснить на этом рынке Россию. Рейтер выяснил, крупнейший индийский нефтепереработчик Indian Oil Corporation, отказался от закупки российской нефти Eurals. РЖД стала первой российской компанией, допустившей дефолт по еврооблигациям, сообщает Bloomberg. Инвесторы так и не получили платежи в швейцарских франках и английских фунтах. В самой компании, впрочем, заявляют, что все обязательства выполнили, а проблемы на стороне западных банков. Следом за РЖД по облигациям на 400 миллионов долларов не смогла рассчитаться Nordgold Мордашова. Канада ввела санкции против 30 с лишним российских оборонных предприятий. Япония запретила импорт из России древесины и алкоголя. Евросоюз перекрыл поставки запчастей для паровых турбин и котлов. Nokia объявила об уходе из России. Huawei отключил поддержку карт «Мир». Европейская полиция начала операцию «Оскар» по поиску российских активов. По данным Еврокомиссии, их заморожено уже на 30 миллиардов евро. Ядро внесло в Госдуму законопроект, о внешнем управлении компаниями, ушедшими из России. Отток капитала из страны в первом квартале 64 миллиарда долларов. Годом ранее было 17, заявили в Центробанке. На момент введения санкций пятая часть активов ЦБ, почти 11 триллионов рублей, находились на иностранных счетах. За 2021 год заграничные вклады регулятора были увеличены на 40%. Пока Минфин и Минэк подсчитывают убытки, Кудрин заявляет, российская экономика потеряет в этом году больше 10%. Глава украинского Минфина заявил в Financial Times, что страна, цитата, «в самом худшем состоянии» и попросил денег. Молдавия с 1 мая может лишиться российского газа, заявил вице-премьер Спыну. По его словам, республика должна Газпрому 700 миллионов долларов и отдавать их пока нечем. Италия наращивает поставки газа из Алжира, а Штаты идут на рекорд по поставкам угля в Европу. По данным CRU Group, в этом году может быть продано 45 миллионов тонн, почти столько же, сколько в прошлом году поступило из России. Британия столкнется с сильнейшим падением уровня жизни с 50-х годов, предупреждает местный центр исследований экономики и бизнеса. Инфляция в Германии на 40-летнем максимуме – 7,6%, в Дании – почти 5,5%, в Казахстане – 12%. Всемирный банк обновил прогноз – экономика Европы и Центральной Азии вместо роста упадет на 4 с лишним процента. Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу на 51 миллиард долларов. Деньги, предназначавшиеся для выплат, будут пущены на покупку товаров первой необходимости, лекарств и топлива. В стране худший кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Инфляция под 20%, каждый десятый живет меньше, чем на 3 доллара в день. Недели ранее о банкротстве объявил Ливан. Число работников в режиме простоя за месяц увеличилось с 44 до 100 тысяч, заявили в Минтруде. По словам замглавы ведомства Мухтияровой, это меньше, чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время. В Центре стратегических разработок прогнозируют, к концу года рабочих мест в стране станет на 2 миллиона меньше. Уровень безработицы вырастет почти до 8%. Яндекс и Ростех воспитают инженеров. Мишустин объявил о планах создать 30 инженерных школ на базе региональных вузов. За 36 миллиардов рублей предстоит закрыть дефицит кадров в микроэлектронике, фармацевтике, генетике, агроинженерии и других отраслях. Партнеры программы около 100 частных компаний. Ректор МГУ Садовничий предложил отказаться от баллонской системы высшего образования. Путин в День космонавтики пообещал развивать собственные технологии вместо тех, которые страна покупала за нефтедоллары, а также возобновить лунную программу и увеличить спутниковую группировку. Рогозин перед этим заявил, ракет в стране моря, нужны космические аппараты. Роспотребнадзор напоминает о ковиде. Он никуда не ушел, в половине регионов заболеваемость выше средних показателей. В ведомстве призывают не снимать ограничения раньше времени. Псковский комитет по здравоохранению уже предупреждает о надвигающейся новой волне. Каждые сутки в стране заболевает около 11 тысяч.